Дорогие девятиклассники, мы продолжаем серию наших занятий, посвященных обязательному государственному экзамену. И сегодня в рамках сегодняшнего занятия мы попытаемся решить задание восьмое, лексический анализ. Здесь мы еще сужаем круг, и сегодня мы поговорим о фразеологизмах. В рамках этого задания ваша задача найти фразеологизм, выписать ответ, сочетание слов, обладающих целостным и неделимым значением. Обратите внимание, в шестом задании из текста Олега Роя мы видим описание, описание главного героя. Читайте, пожалуйста, про себя текст, где главный герой, автор его описывает как шалопая, заводилу и непоседу. Надеюсь, эти слова, лексическое значение вы знаете. Еще раз повторю, если вы не знаете значение фразеологизмов, обязательно справляйтесь в фразеологическом словаре. Итак, решаем последовательно. Последовательно и решаем, читаем, перечитываем каждое предложение. В пятом мы удаляем, в шестом удаляем это задание, в седьмом оставляем, но это и последнее задание. Итак, читаю, перечитываю седьмое предложение. Вечно с двойки на тройку перебивался, а к старшим классам вдруг остепенился, взялся за ум, решил, что после школы в Москву поедет, в институт будет поступать. Итак, в этом предложении, конечно же, вы нашли фразеологический оборот. Еще раз повторю, фразеологизм можно найти несколькими способами. Самый легкий способ – это попытаться из фразеологизма отбросить то или иное слово, и тогда фразеологизм теряет свою целостность. Значение фразеологизма переносного значения образного выражения теряется. Итак, здесь, конечно, это фразеологизм взялся за ум. Взялся за ум. Проверим. Читаю фрагмент предложения. А к старшим классам вдруг остепенился, взялся и решил. Не подходит. Значит, в переносном значении у нас ответ, фразеологизм взялся за ум. Значение этого фразеологизма в значении повзрослеть, в значении прийти к жизненным урокам, в значении остепениться. Дальше решаем следующее задание. Задание седьмое. В задании седьмом у нас задача тоже обычная. Надо найти фразеологизм. Итак, читаем текст и обратим внимание на несколько предложений. Конечно, я всегда советую учащимся непонятные для себя слова объяснять на полях кимов. Если у вас вместо фразеологизма в седьмом будет найти диалект, диалектизм, то вы знаете, что это слова одной местности. Самые знаменитые диалектизмы, диалектизмы в двух столиц. Вы знаете, в Петербурге говорят эти же слова по-другому. Например, слово «подъезд». А в Москве говорят тоже другое. «Парадная» подъезд. Также диалектизмы можно узнавать. Как вы знаете, это самый лучший словарь, где диалектные слова собраны со всех концов России. Это великий труд Владимира Ивановича Даля. Он включает в себя около 200 тысяч диалектных слов. Как вы помните, Владимир Иванович Даль, врач по образованию, немец по своей национальности, как вы помните, он собирал не только почему, потому что у него было много помощников, но и многие исследователи пишут, что он писал одновременно и правой, и левой рукой. Мог писать обеими руками. Ну, это диалекты. А у нас вернемся к фразеологизмам. Итак, в предложении мы видим в 29, 30, 31, 32 и прямая речь, вы видите, да, и слова автора в 33, и в 34, и в 35. Перед нами, конечно же, это, как вы помните, по стилистической окраске, это слова, есть и книжные, есть и разговорные. Вот смотрите, в предложении мы видим, да, это предложение, значит, фразеологический оборот, обращайте внимание, в 31 читаем, в 32, в 33, в 34 и в 35. Обратите внимание, есть слово, которое многие дети не понимают, внимание, вот не по сулю, слово сула, да, сула, то есть не обещаю, можно буквально подобрать синоним, орденов вам не обещаю, наобедать в столовой обкома будете. Также здесь есть, посмотрите, есть слова младенцы, есть слова пенсионеры, то есть слова устаревшие и слова неологизмы, а мы видим здесь историзм, сейчас нет обкомов, это слово из советской России, слово, образованное сокращением. Итак, ребята, найдем фразеологический оборот. Вы видите, что в предложениях в 29, мы вычеркиваем, отбрасываем, в 30, в 31 и в других нет фразеологизмов, но в предложении в 32 он стоит невидимый, а это сочетание слов время от времени, время от времени. Обратите, какие-то признаки, да, самые первые признаки, фразеологизм не выделяется запятыми, не обособляется, но он может отвечать на вопрос. Она спрашивала, как время от времени. Можно еще проверить, отбрасывая ту или ию часть фразеологизма. Время она спрашивала, от времени она спрашивала. Нет, у нас нарушается целостность и значение фразеологизма. Следовательно, у нас правильный ответ в седьмом задании время от времени. Перейдем к восьмому заданию. В восьмом задании смотрим, это у нас все тренировочные задания, и здесь у нас текст идет уже, посмотрите, повествование. Итак, читайте, пожалуйста, про себя текст, а я попробую также вслед за вами найти фразеологизм. Женщина случайно оглянулась, увидела собаку, сразу преданно завилявшую хвостом, но тут же пошла дальше. В тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом. Итак, смотрим, здесь, конечно же, у нас есть фразеологизм, многие ошибочно, некоторые фразеологизмы принимают за деепричастие, за деепричастие, не сводя глаз, не сводя глаз. Не сводя глаз. Обратите внимание, вот у нас целостное и неделимое сочетание фразеологизма, ответ в восьмом, не сводя глаз. Следующее задание, девятое, девятое, в этом задании это фрагмент исходных текстов, демонстрационных вариантов за двадцатый год. Итак, в девятом задании осмотрим, опять же, у нас есть и прямая речь, и каждое предложение вы тщательно читаете. Итак, они пронумерованы для удобства, и смотрим внимательно. Одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое, и пятнадцатое, шестнадцатое. Обратите внимание, здесь есть у нас фразеологизм в шестнадцатом, так, простите, в одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, в пятнадцатом и в шестнадцатом. Ну, я вижу его, надеюсь, вы тоже его нашли. Проверим. Это, конечно же, у нас книжный фразеологизм, да? На произвол судьбы. На произвол судьбы. Вот у нас стоит. Правильный ответ. Предал его, бросил как? На произвол судьбы. Это у нас задача, ответ девятого задания. Решаем следующую лингвистическую задачку. Это десятое. В десятом задании ищем фразеологизм и находим. По каждому предложению читаем. Паренек удивился. Так они же, товарищ командир, говорили по-немецки. Знаю, что не по-турецки. Ты сколько окончил классов? Девять? Так ты же должен быть хоть что-нибудь понять из разговора. Он уныло и горчонно развел руками. Эх, товарищ командир, как бы я про эту встречу знал раньше. Ну, здесь, как вы видите, есть также устаревший союз, да. Я объясняю иногда всегда своим учащимся. Можно заменить современным, современным, синонимичным «если». Если бы про эту встречу знал раньше. Итак, теперь наша задача найти фразеологический оборот. Итак, смотрим каждое предложение. И мы находим предложение в 62-м. Развел руками. Развел руками. Итак, обратите внимание, некоторые фразеологизмы вы можете проверить несколькими способами. Способ первый – это отбросить ту или иную часть. Способ второй – он всегда обладает образным, переносным значением. Способ третий – подобрать, если успеваете, синонимичный фразеологический оборот, либо антоним. Ну, а здесь ответ в десятом – развел руками. Имейте в виду, фразеологизмы – это очень богатая, очень удивительная и таинственная вселенная в русском языке. Надеюсь, вы также бережно относитесь к своей речи и очень часто в своей будничной, письменной и устной речи используете фразеологизмы. Встретимся на следующем занятии. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ